На уникальной автомобильной карте сокровищ показано место пропажи легендарных автомобилей, а стоимость некоторых из них превышает 100 миллионов долларов. Пора отправиться на поиски автомобильных сокровищ. Мы говорим о 20 машинах, которые пропали без вести и которые никто так и не нашел. Технически только 18 из них пропали без вести. Местоположение двух известно, но достать их без Джеймса Кэмерона, пожалуй, не получится. Некоторые из пропавших автомобилей, вероятно, вам знакомы. Например, Porsche 550 Spyder 1955 года Джеймса Дина или Concept Car Oldsmobile Golden Rocket. Компания Select Car Leasing составила не только список пропавших, но и нанесла их последнее известное местоположение на карты, чтобы у искателей сокровищ была отправная точка. Половина из 20 автомобилей исчезли на территории США, множество концепт-каров GM, разработанные в 1950-х годах, исчезли в восточной части страны. Концепты обычно уничтожались после выставок, но у GM нет записей об утилизации. В результате появилось множество теорий заговора, что концепты были похищены. Один из самых известных пропавших киноавтомобилей всех времен, это начиненный гаджетами Эстон Мартин DB5, снявшийся в классическом фильме о Джеймсе Бонде Голдфингер. Исчез он во Флориде в 1997 году. Ходили слухи, что теперь он находится где-то на Ближнем Востоке. Но это лишь слухи, местонахождение машины остается загадкой. Немало известных и редких автомобилей пропало и в Европе. Самый известный среди них, пожалуй, Bugatti Type 57 и Sky Atlantic 1937 года выпуска. Всего было построено четыре экземпляра, три находятся в коллекциях, а судьба четвертого неизвестна и прослеживается только до 1940 года, когда Вторая мировая война охватила Францию. Некоторые считают, что он был погребен под обломками фабрики Bugatti в Мальсфюме. Другие слухи гласят, что Эторе Bugatti тайно отправил машину в секретное место еще до вторжения нацистов и унес этот секрет в могилу. Если вы найдете этот автомобиль, то смело просвейте за него минимум 100 миллионов долларов, благодаря своей истории он стоит дороже братьев. Загадочное исчезновение произошло и в Африке. Дьюсенбердж с SJ506 Эмили Бегина, обладающий невероятными характеристиками для машины 1930-х годов, имеющий также уникальное исполнение, отправили в Алжир, но в 1962 году он исчез. Что касается еще двух автомобилей, то их местонахождение хорошо известно, но, вероятно, они находятся в плачевном состоянии. Это Рено Тайп КБ Куб Дэ Виль, который был на борту Титаника во время его последнего рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Но вот что интересно, в ходе многочисленных погружений к кораблю с момента обнаружения его обломков в 1985 году Рено так и не был обнаружен. Гораздо легче будет добраться до концепт-кара Крайслер Нарсман, который затонул вместе с кораблем Андреа Дория недалеко от побережья штата Массачусетс в 1956 году. Он находится на глубине всего 50 метров, так что он, в отличие от Рено, находится в пределах досягаемости. Но находясь под водой более полувека он, вероятно, уже сгнил. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.